Мы много сегодня говорили о тех уже локализациях, при которых зарегистрированы препараты, но, как вы знаете, будущее, конечно, велико, и в настоящее время проходит достаточно много исследований, в которых и мы сами все принимаем участие, и вот Олег Александрович попытается нам остановиться на этих достижениях, что нас ждёт. Олег Александрович, слушаем вас. Спасибо. Я постараюсь в своём сообщении не останавливаться уже на тех моментах и вопросах, которые осветили предыдущие докладчики, потому что на сегодняшний день количество исследований, если вы посмотрите на этот график, увидите, что увеличился за последние два года почти втрое, и по данным на апрель месяц 2017 года составляет 765 исследований. Клиникал говернмент. Поэтому ожидает нас впереди довольно большое будущее, большое количество исследований, программ, и вы видите, что это уже почти как снежный ком, остановить который, да не то, что и не хочется, наверное, и не нужно. Это мы сегодня уже услышали очень интересное и очень важное направление в онкологии. Вы видите, это касается не только нозологии, это касается новых лекарственных препаратов. На сегодняшний день Эвдея зарегистрировала 5 анти-ПД1 и ПДЛ1 препаратов. Это неволюмаб, пембролизумаб, ПД1 и ПДЛ1, атезолизумаб, авилумаб и дурвалумаб. Все препараты имеют уже торговые наименования и регистрация вот правой крайной колонки я не буду озвучивать из-за недостатка времени. Если посмотреть на этот график, всем хорошо известный, Лоуренса, мы видим, что вся правая часть нозологии уже хорошо освоена, очень много исследований проведено. К сожалению, на сегодняшний день пока меньше исследований проведено на левой половине этого графика, но надеемся, что скоро мы их также увидим. И касаясь некоторых недавно регистрационных исследований, хочу сказать, что при раке мочевого пузыря зарегистрировано все 5 препаратов. Это неволюмаб, это пембролизумаб, это атезолизумаб, это авилумаб и дурвалумаб. Если подытожить, то можно увидеть, что эффективность этих препаратов составляет приблизительно от 20 до 30% общая. И общая выживаемость в месяцах медиана приблизительно от 9 до 14 месяцев в зависимости от лекарственного препарата, количество исследуемых пациентов и так далее. Следующее показание – это опухоли головы и шеи. Там два препарата неволюмаб, пембролизумаб. И мы видим здесь чуть-чуть несколько более скромные результаты по общему противоопухолевому ответу порядка 13-16%. И общая выживаемость 7,5-8 месяцев. Тем не менее, эти ответы есть. Тем не менее, ряд пациентов имеет длительную ремиссию. И эти два лекарственных препарата мы имеем в качестве опции для лечения больных опухолей головы и шеи. Лимфома Ходжкина. Здесь в этих двух исследованиях были достаточно серьезно предлеченные пациенты, в том числе перенесшие аутологичную трансплантацию с высокодозной химиотерапией. И мы видим, какие прекрасные результаты демонстрируют эти два препарата. С очень высокой эффективностью общего противоопухолевого ответа составляет 65-69%. И на момент обсуждения этих программ пока еще медиана не достигнута, что позволяет надеяться, что это будет очень и очень достойная опция для пациентов, по крайней мере, те, которые уже прилечены стандартными режимами. И еще одно показание, которое было недавно зарегистрировано в ИВДИ, это карцинома Меркеля, препарата Вилумаб. Вы видите, что очень хороший тоже был получен ответ на лечение с длительными ремиссиями для ряда пациентов. И что нас ожидает впереди? Впереди, как я сказал, большое количество исследований, программ. И, наверное, прежде всего, это расширение каких-то новых показаний в плане появления возможности лечения той или иной локализации в опухоли. В частности, рак пищевода желудка. Этой локализации было посвящено два исследования. Одно из них касается препарата Пембролизумаб. Оно было трехкагортным. Здесь представлены данные по первой когорте. Пациенты ранее предлечены не менее двух линий химиотерапии, получали Пембролизумаб в фиксированной дозе 200 мг раз в три недели. И получены были следующие результаты. Частота объективного ответа была 15,5% для PDL-позитивных пациентов и всего 6,4% для PDL-1 негативных больных. Но что очень сильно меня впечатлило, в частности, когда я просматривал эти результаты, это те данные, которые были получены при изучении микросателлитной нестабильности. Если очень высокий уровень микросателлитной нестабильности, то процент отреагировавших на лечение пациентов оказался 57, что в три раза выше, чем при PDL-1 позитивных больных, и в 6 раз выше, чем у пациентов, которые не имеют такой высокой микросателлитной нестабильности. Складывается впечатление о том, что это очень важный и существенный маркер для пациентов этой зоны при использовании ингибиторов чекпоинтов. Общая выживаемость пока не очень высокая, 5,6 месяцев, но появление плата несколько обнадеживает, но, может быть, не на очень высокой отметке в 10%. Еще одно исследование Checkmate 32 для этой категории пациента ставило свои задачи не только изучение неволюмаба, но и изучение комбинированного воздействия неволюмаба с эпилемумабом в различных дозировках. Мы видим, что это были достаточно тяжело для рака желудка, предлеченные пациенты. Не менее трех линий химиотерапии получало 50% больных. И здесь получены данные о хорошей эффективности, даже независимо от PD-1, PD-L1 данных. Я прошу прощения за некоторые накладки. Видимо, программы не совсем совместимы. Но, тем не менее, основные данные видны. И мы можем сказать о том, что на сегодняшний день комбинация НИВА-1 и ПИ-3 мг на килограмм или монотерапия НИВА-3 обладает несколько лучшей эффективностью. Вы видите, эти кривые выше, чем НИВА-3 и ПИ-1. Наверное, эти два варианта будут исследоваться в дальнейшем при проведении третьей фазы клинического исследования. Гепатоцеллюлярная карцинома. Здесь проведено одно исследование, Чекмед 0,40. Были пациенты и наивные, ранее не получавшие серафениб, и получавшие препарат серафениб. Их было 182. Кроме того, учитывалась вирусная нагрузка у больных, инфицированные, неинфицированные. И рассматривались различные варианты стадии клинического исследования. Дело в том, что здесь проводилась эскалация ДОС, расширенная стадия и так далее. Тем не менее, если посмотреть на эти данные, то мы видим, что и при наличии вируса гепатита С и Б, и при его отсутствии также были получены неплохие результаты. В том числе и в зависимости от отсутствия ПДЛ-1 экспрессии тоже были выражены эффекты. И что очень хорошо для нас, может быть, для пациентов в большей степени, это то, что серафениб наивные пациенты демонстрировали крайне высокую, на мой взгляд, медиану общей выживаемости, 28 месяцев, которая, наверное, в реальной жизни мало достижима с использованием традиционных методов лечения. И это, наверное, большая перспектива для больных, может быть, в первой линии использовать препараты ингибиторов чекпоинта для гепатоцеллюлярного рака. Рак молочной железы исследовался традиционно у больных тройным негативным подтимом опухоли, потому что именно здесь мы наблюдаем высокую инфильтрацию опухоли лимфоцитами. И включались в исследование с пембролизумабом пациенты, которые получили более одной предшествующей линии химиотерапии, фиксированная доза 200 мг раз в три недели. Результаты могут показаться не очень яркими, но тем не менее около 5% частота общего ответа наблюдалась. И здесь мы видим, что ответ не зависел от экспрессии PD-1, PD-L1. Он в большей степени зависел от того, какой ответ был получен при непосредственном воздействии препарата на опухоль, то есть был ли полный ответ, частичный или стабилизация. Мы видим, что при полном ответе результаты очень хорошие, и кривая, она, в общем-то, не стремится вниз, идет параллельно основной оси. Рак яичников. Что мы здесь можем сказать для этой категории пациентов? Тоже изучался препарат пембролизумаб, но стоит обратить внимание, что только для PD-L1 позитивных пациентов, тоже получавших ранее лечение в анамнезе, здесь доза была не фиксирована, 10 мг на килограмм веса внутривенно раз в две недели лечение проводилось. И 26,9% получили хоть какой-то ответ, то есть уменьшение опухоли в процессе проведения терапии. И если посмотреть на эти кривые, то мы видим, что беспрогрессивная выживаемость, может быть, не сильно нас радует, она 1,9 месяца, но медиана общей выживаемости, она гораздо более оптимистичной выглядит. И с выходом на плату тоже порядка около 20%. Это, наверное, именно то, на что следует надеяться при проведении терапии ингибиторами чекпоинта при раке яичников. Теперь мезонхимальные саркомы, если посмотреть опять же на график Лоуренса, мы видим, что они находятся в крайне левой части, то есть они обладают очень низкой мутационной нагрузкой, и, соответственно, мы не должны предвидеть какие-то ярко выраженные хорошие результаты на терапии ингибиторами чекпоинта. Тем не менее, если посмотреть на данные, которые были получены в ходе исследований, здесь изучался препарат пембролизумаб, то видим, что были разделены две группы для того, чтобы не смешивать результаты на мезонхимальные саркомы и на остеогенные саркомы. Доза фиксированная 200 мг внутривенно раз в три недели. И какие были получены результаты, может быть, они не так нас впечатляют, как при других вариантах опухоли, но увидите, что некоторые пациенты имели хороший ответ, в частности, плеоморфно-недифференцированная саркома, и пациенты с липосаркомой также имели небольшой эффект. Зелёная кривая у нас здесь не очень хорошо видна, но это те два варианта, которые были выявлены исследовательской группой в качестве объекта для последующих исследований. Это плеоморфно-недифференцированная саркома и липосаркома. Для остеогенных сарком результаты были, может быть, менее значимые. По одному объективному ответу всего было 22 пациента. И меньше всего, мы видим, отвечает на такую терапию саркома Юинга, в большей степени остеогенные саркомы, может быть, где-то хондросаркома. Опухолевилочковой железы. Наверное, это одна из последних вариантов нозологии, которые активно изучались в последнее время. Мы видим, что здесь достаточно хорошие ответы. 28% с тимомой, с карциномой 23,1%. То есть достаточно высокий уровень, очень хорошие показатели и продолжительности ответа. И мы видим, что для общей выживаемости есть все основания полагать, что этот препарат займет достойное место в лечении этой категории пациентов. Но есть определенный потолок в лечении, и мы, наверное, уже потихонечку его достигаем, если речь идет о монотерапии, антипеди-1, антипеди-1 препаратами. А дальше надо как-то двигаться вперед, дальше надо развивать это направление. И, соответственно, оно в большей степени связано с такой терапией, которая основана была бы на факторах-предикторах, биомаркерах антипеди-1, педи-Л1. И, в общем, перескакивает. Выделены на сегодняшний день основные направления, над которыми приходится работать. Это иммунологические, генетические, вирусные, метаболические, микробные. Это как раз тот вопрос, который был очень интересен в плане наличия микрофлоры в толстой кишечнике. И оказывается, что да, действительно, она может изменять ответ на антипеди-1 терапию. И с этим связаны очень интересные исследования. Сейчас они пока пилотные, первая и вторая фазы. Но, тем не менее, мы ожидаем, что в перспективе здесь будут очень и очень получены интересные результаты. Если говорить о вирусной нагрузке, то ярким примером является карцинома Меркеля, где мы видим, что вирус-позитивные опухоли имеют достаточно низкую антигенную нагрузку. В отличие от вирус-негативных опухолей, там она достаточно высокая. И те результаты, которые были получены в ходе исследования с карциномой Меркеля, показали, что достаточно высокая была частота противопухоли в ответа, 56%. Но наибольшим ответом был у вирус-позитивных опухолей, которые имели как раз низкую мутационную нагрузку. И связано это было, скорее всего, не с мутационной нагрузкой, а с тем вирусным онкопротеином, который синтезирует вирус в процессе репликации. И, соответственно, он обладает большей иммуногенностью, а, соответственно, большим иммунным ответом. И на этом было основано как раз вот вирус негативный, демонстрировали несколько менее высокий результат, хотя он тоже был достаточно неплохим, 44%. На этом основано было исследование Checkmate 358 у пациентов с вирусо-ассоциированными опухолями. Здесь они перечислены, вы видите, это Epstein-Barr позитивный рак желудка, HPV, опухоли головы-шеи позитивные, гинекологические образования, карцинома Меркеля и рак носоглотки. Все эти заболевания имеют ассоциацию в той или иной степени с вирусами, а, соответственно, могут проявлять свою активность ингибиторы к чекпоинту при назначении лечения этим пациентам. Мы видим, что в подтверждении этого для гинекологических опухолей было получено несколько больших частичных ответов как раз для позитивных HPV статуса. И вот эти кривые не могут нас ни радовать, ни впечатлять, пусть это небольшое количество пациентов, но, тем не менее, как для рака носоглотки, так и для гинекологических опухолей мы видим намек или очень хорошую тенденцию к тому, что есть длительная выживаемость у ряда пациентов. Соответственно, это будет являться предметом для дальнейших изучений. Опять же, возвращаясь к этой уже достаточно хорошо и всем известной графике Лоуренса, мы видим, что 15% больных раком ободочной кишки, хотя и вообще рак ободочной кишки не очень хорошо реагирует на лечение антипидиодин препаратами, но 15% имеют высокий уровень микросателитной нестабильности, а, соответственно, высокую экспрессию ПДЛ-1 в опухоле при микросателитной нестабильности. И это, конечно, может способствовать тому, что эффективность лечения антипидиодин препаратами будет достаточно высока, что и подтвердило исследование у этой категории пациентов при колоректальном раке, где изучались препараты неволюмаб в качестве монотерапии и его комбинации с эпилимумабом. В зависимости от того, ну тут просто поэтапное исследование было, если бы получался ответ, то лечение продолжали, просто там не очень хорошо пропечаталось. Эффективность, вы видите, какая была получена при колоректальном раке, наверное, сопоставимая с меланомой, очень высокая, 80% пациентов имели редукцию опухолевой массы. Это говорит о том, что микросателитная нестабильность играет колоссальную роль. В этом году, вы знаете, Food and Rack Administration зарегистрировала препарат пембролизумаб по пяти показаниям второй фазы. И это было первое решение ЭВДЕИ, когда оно было основано не на регистрации по нозологии, а по фактору биологической предиктивности. Поэтому это очень большое событие. И вот этот, конечно, факт очень интересен с точки зрения, с точки приложения вот этой новой категории противоопухолевых препаратов. В целом, неолумаб очень активно изучается, не только в качестве монотерапии при различных локализациях, но и в комбинации с различными препаратами. О комбинации препаратов уже частично здесь говорилось. Это очень важное и серьезное направление. То, которое нам позволит эту планку, которая на сегодняшний день установлена порядка 20-30% длительной 5-10-летней выживаемости, поднять на более высокий уровень. Я надеюсь, это будет связано с новыми комбинациями. Те, которые не обладают крайне высокой токсичностью. И мы, конечно, ждем большой всплеск исследований. Вы видите, какое количество здесь их представлено. В 2017 году зарегистрировано 268 исследований по Кейтруде, 242 исследования по Абдиво, по комбинированной терапии. Колоссальное количество программ. Мы видим, что затронуто большое количество нозологических образований, нозологических единиц. Это и рак легкого, и все перечислять, наверное, смысла нет. Вы видите, что здесь в качестве оппонента, то есть напарника, используются различные варианты терапии. Это и вирусы, это и клеточная терапия, и вакцины, и малые молекулы и так далее. Кроме того, мы видим, что очень активно разрабатывается комбинация антипедиадин с химиотерапией. Это количество исследований, которые проводятся при использовании совместного антипедиадин и химиотерапии. Вы знаете, что в этом году тоже получена регистрация у пембролизумаба препаратов в сочетании с химиотерапией, принявленной по клеточному раку легкого. Это дало очень высокий ответ. И в подтверждение этому вернемся к исследованию КНОТ-059. Вы видите, что здесь как раз это была вторая когорта. Пациенты ранее не лечены. То есть это первая линия терапии для пациентов раком желудка, где было сочетание цеплотина второго цилла с пембролизумабом. Ну и второго цилла разрешалось заменять на капицитабин. Исследование дало, на мой взгляд, очень интересные результаты. Из 24 пациентов 100% демонстрировали уменьшение опухолевой массы. И вы видите, что большинство этих ответов было очень длительными. И если посмотреть на медиану общей выживаемости, то она составляет на сегодняшний день 2,8 месяцев. По данным этого исследования, если вспомним химиотерапию, исследование ТОГО, таргетными препаратами в сочетании с тростозумабом, то там 16 месяцев при высокой селекции рецепторов к эпидермальному фактору роста второго типа. Итак, мы на сегодняшний день, наверное, можем выделить 4 глобальных стратегических направления, по которым будет развиваться такая терапия. Это углубление фундаментальных знаний в области онкоиммунологии. Это идентификация биомаркеров для селекции пациентов или типов опухолей, наиболее вероятно очищающих на лечение. Это развитие ранней лечебной стратегии. То, о чем говорила Рашид Абахидовна, что, может быть, квадивантная терапия как раз больше имеет акцент для такого лечения. И предупреждение эффективное лечение иммуноопосредованных нежелательных реакций. Спасибо за внимание. Вот это то, что я хотел вам доложить. Спасибо, Олег Александрович, за интересный доклад, содержательный очень доклад. Я бы еще хотела акцентировать внимание. Олег Александрович в своем сообщении рассказал, что кроме PD-L1 появился еще один маркет, на который, обращаем внимание, это микросателлитная нестабильность. И 23 мая FDA, эта новость, одобрил пембролизумаб для всех солидных опухолей, у которого присутствует гиперэкспрессия и микросателлитная нестабильность. Поэтому, я думаю, что, может быть, со временем появятся и другие маркеры, на которые мы будем обращать внимание, назначать препараты действительно по адресу, чтобы получить максимальный ответ. Но то, что с неволумабом показано, как раз эффекты намного выше, когда у пациентов есть микросателлитная нестабильность. Этих пациентов немного, но эффект может быть, конечно, колоссальный. То есть будущее, конечно, оно явно прослеживается, интересно. Спасибо, Олег Александрович. Какие вопросы в аудитории? Будьте добры. Можно я, да? Олег Александрович, а вот были какие-то исследования, может, докладывалось, на АСК, я не была в этом году, по поводу гастронсоциальных стромальных опухолей, использования иммунотерапии. Потому что это опухоли, которые очень чувствительны к ингибиторам теразинкиназ, но потом все это заканчивается рано или поздно. У них хорошо можно делать цитредуктивные операции, очень часто и много. И, может быть, вот можно им назначать. Вот нет таких исследований, потому что, на самом деле, мы вот несколько больных смотрели, PD-L1, то есть ни у кого нет микросателлитной нестабильности, и PD-L1 у них такой, 30-40%, 50% вроде не низкий. Но вот назначать или не назначать, но МСЯ еще, вот мы 7 больных посмотрели, не было ни у одного. Нет таких исследований? Ну, я не встретил исследования, сколько-нибудь значимое по этой патологии. Хотя просматривая, я видел, что G-стопухли где-то мелькали, но я, к сожалению, не могу точно сказать, какие данные были получены, потому что вы видите, какое количество программ и исследований было. Даже НАСКО продемонстрировано гигантское. Я тут, наверное, половину даже не изложил, того, что там было додоложено. Но не могу, наверное, точно сказать по поводу G-стопухли. Потому что не было МАБа, я запрашивала компанию. Ни одного исследования не было, не было ни одного больного, и просто даже в исследованиях там ни одного не попадалось. А вот по другим, может быть, опции нет. Не видели? Нет, не видел. Спасибо большое. Спасибо. Да, еще вопросы. Я прошу прощения. Хотела просто добавить небольшой комментарий по поводу применения иммунотерапии при раке мочевого пузыря. Это тоже новость, и она не прозвучала. Я думаю, что, возможно, просто из-за того, что недавно была опубликована. Дело в том, что после одобрения от лизумаба для применения во второй линии терапии, а также для пациентов, неподходящих для цисплотины, 10 мая появилось сообщение от компании РОЖ, которая, собственно, производит о том, что этот препарат во второй линии не показал преимущества по увеличению общей выживаемости в сравнении с химиотерапией. Это тоже новость, на которую, по всей видимости, надо иметь в виду. Вот я так хочу заметить. Еще раз повторяюсь, к сожалению, очень сложно охватить все моменты. Я думаю, что то количество исследований, которое я показал, 765, дадут нам тот вариант, что мы через год, через два вообще невозможно бы делать такие доклады, а просто расходиться по отдельным залам и уже конкретно инозологию рассматривать какие-то онкоинологические исследования, потому что объединить их в одно целое уже не представляется возможным, и всю информацию предоставить. Ну, это просто какой-то целый лекций, обширный доклад. Конечно, этот момент известен, да, где я это звала, там не было по общей выживаемости получено преимущество при раке мочевого пузыря. Олег Николаевич, спасибо большое. У вас прекрасный, очень прекрасный доклад и очень полный. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.